Пастор Джон, как нам, как христианам, правильно реагировать на все то, что происходит в Израиле и секторе Газа? У меня есть друзья-христиане, которые превозносят Израиль, говоря, что это Божий народ, который побеждает своих давних врагов, что все их наступательные действия оправданы и одобрены Богом, потому что они защищают землю, которую Он им дал. Но у меня есть и другие друзья-христиане, которые возмущены тем, что Израиль убивает невинных мирных жителей и детей в Газе, и тем, что его поддерживают Соединенные Штаты. Как правильно реагировать? Давайте начнем с общей позиции по этому конфликту, а затем я постараюсь дать ей библейское обоснование и объяснить. Когда я говорю «конфликт», я имею в виду конфликт между палестинцами и еврейским народом, под которым я понимаю Израиль как государство и евреев как совокупность людей. Есть христиане-евреи и есть христиане-палестинцы. Эти христиане – те кроткие, которые когда-нибудь унаследуют землю, в том числе и землю Израиля. Иисус умер, чтобы установить мир между евреями и другими народами. Об этом говорится в Ефесянам 2.11.22. Поэтому наши молитвы и труды должны быть более всего направлены на провозглашение Евангелия Мессии и Иисуса, как единственной надежды на долгосрочный мир и справедливость между евреями и палестинцами. Это, на мой взгляд, самое важное, что можно сказать. Затем я хотел бы сказать следующее. Библия не учит, что мы должны быть пристрастны к Израилю или к палестинцам в том нынешнем мятеже и отвержении Христа, в котором оба этих народа сейчас участвуют. Как будто кто-то из них имеет данное Богом право на землю Израиля, несмотря на их мятеж и неверие в своего Создателя и Бога их Завета. Отсюда следует, что к обеим сторонам, к палестинцам и к Израилю, следует относиться с состраданием и правосудием, так как обычно разрешаются споры между народами, с мудрым сочетанием справедливости и милосердия. Такова моя общая позиция. Ни евреи, ни палестинцы не могут оправдывать свои поступки или особое отношение к себе тем, что они заявляют о своем сегодняшнем данном Богом праве на землю, в то время как они живут в восстании против того, кто сделал эту землю даром Завета. Вот библейское обоснование этого. Израиль был избран Богом из всех народов мира, чтобы стать центром его благословения в истории мира и в истории искупления. Кульминацией этой истории стало предшествие, смерть и воскресение Мессии Иисуса. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Второзаконие 7.6. Аминь. Израиль – избранный Богом народ. Мало того, Бог обещал Израилю ныне оспариваемую землю со времен Авраама и навеки. И сказал ему Господь, «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». Второзаконие 34.4. Подобное утверждение повторяется многократно. Но ни один из этих двух фактов – избрание Израиля и Божье заветное обещание о земле – не означает, что Израиль имеет сегодня данное Богом право на эту землю. Почему я так говорю? Потому что народ, не соблюдающий завет, не имеет божественного права владеть той землей обетованной, которая была дана по завету. Нарушение завета лишает его привилегий. Сегодня Израиль – это народ, нарушивший завет с Богом. Я знаю, что есть тысячи евреев, поверивших в Мессию Иисуса. Они не нарушают заветы. Они получили спасение от Бога. Но в целом, как народ, как государство, израильтяне отвергли Мессию Иисуса. Они не хотят быть христианами. Если бы они приняли Мессию Иисуса как своего Мессию и Спасителя, они были бы христианами. Но они сознательно не становятся христианами. Они находятся в состоянии измены своему царю, пославшему своего сына, чтобы спасти их. Народ, изменивший своему царю, не может претендовать на обещания, которые царь дал народу, обязавшимся соблюдать завет. Например, когда Израиль был по Божьему суду изгнан из земли, обетованной вавилонянами, Даниил молился следующим образом. «Господи, согрешили мы, поступали незаконно. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. У всего Израиля, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя». Даниил 9, 4, 7. Иными словами, Бог праведен. Он праведен, когда отказывают Израилю в его данном Богом праве на землю, когда они ведут себя, как вероломный народ и изменники против Бога. Иисус стоял, со слезами на глазах смотрел на Иерусалим и говорил, «О, если бы Ты и хотя всей Твой день узнал, что служат к миру Твоему! Но это ныне сокрыто от глаз Твоих. Ты не узнал времени посещения Твоего». Луки 19, 41, 42, 44. «Они отвергли краеугольный камень и до сих пор отвергают». Когда они отвергли его, Иисус сказал, «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». Матфея, 21, 43. Затем он пояснил, «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царство Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю». Матфея, 8, 11, 12. «Ибо ныне произошло ожесточение в Израиле». Римлянам, 11, 25. «Ныне времена язычников, времена других народов. Но Бог не остановится на этом ожесточении Израиля. У него есть замысел о спасении Израиля. Когда-нибудь весь Израиль обратится к Господу Христу как единое целое». Это то, как я понимаю Римлянам, 11, и во что я глубоко верю. Отломанные ветви однажды будут привиты к народу Божьему, невесте Христа, Его Церкви. «Я думаю, что мы должны молиться в этом дне. Я молюсь. Господи, даруй день, когда с Израиля будет снято ожесточение. Дай Боже, чтобы открылись их глаза, чтобы они увидели Иисуса как своего Мессию и присоединились к Церкви Иисуса Христа. Пусть они будут привиты ко спасению на одном великом дереве заветной любви». «Мы должны быть осторожны». Возможно, это будет моя заключительная оговорка. «Чтобы не делать ложных и небиблейских выводов из всего сказанного мною». Например, что ж, нынешнее восстание Израиля против Бога означает, что другие народы имеют право делать с ним, что хотят? Нет, не имеют. Даже если у Израиля нет каких-то особых прав перед Богом, у них есть права человека перед всеми другими народами. Мы не считаем, что с каким-либо народом можно обращаться несправедливо, потому что они язычники и неверующие. Нельзя так поступать и с Израилем. В Ветхом Завете народы, которые злорадствовали, когда Бог карал Израиля, были наказаны Богом. Например, как в Исаии 10 главе. Наше христианское обращение к палестинцам и евреям таково. «Веруйте в Господа Иисуса, и вы будете спасены». До того дня, когда и евреи, и язычники, которые последовали за Царем Иисусом, унаследуют всю землю, а не только на Ближнем Востоке. До того дня, когда мы вместе унаследуем всю землю, не поднимая меча и оружие, мы должны определять права народов на основе принципов сострадания и справедливости, а не претензий на данное Богом право или статус.